Творческая раскрепощенность, финансовая мобильность и расчетливая дерзость. Частная космонавтика выходит на орбитальную арену. Первыми были супербогачи. Семерка отважных космических туристов в разные годы отправлялась на орбиту на российских союзах. Сегодня известны около 30 проектов космических аппаратов для туристических полетов. Их разрабатывают специалисты России, Великобритании, Германии, Канады, Израиля и США. И чем безумнее кажется идея, тем больше шансов на ее воплощение. Полноразмерный макет космического корабля «Спейсшип-2» на выставке публично за пределами Америки представлен впервые. Конечно же, этот самолет долетел до Лондона не своим ходом. Но в будущем подобные межконтинентальные перелеты будут для него делом всего лишь нескольких минут. Сейчас он вызывает неподдельный интерес. Еще бы, именно ему предстоит стать первым регулярным коммерческим транспортным средством по доставке людей на орбиту. Мы хотим сделать космос доступным для всех. Стоимость нашего полета 200 тысяч долларов. На российских кораблях намного больше. Внешне коммерческие «Спейсшип-2» видели многие. Но вот внутри корабля пока не бывал никто. Через маленький люк Ричард Брэнсон попадает внутрь своей мечты. Рассматривает. Впереди разместятся два астронавтопрофессионала. Сзади шесть пассажиров. Ричард усаживается туда, где скоро будут стоять космические кресла. Его личное место в первом полете здесь, ближе к иллюминатору. Их тут очень много. Чтобы с космической высоты полета можно было разглядывать Землю всем сразу. Я люблю мечтать. И самая главная моя мечта — это попасть в космос, взяв с собой как можно больше друзей. Уже больше 500 человек изъявили желание полететь в космос. Часть своей туристической путевки они оплатили. По сути, за счет этих финансовых вложений развивается космический проект. Каждый турист — соинвестор. Шотландец Брэйн Гелланс мечтал о полете в космос с детства. Я еще не астронавт, но мечтал стать им с 7 лет. Я с детства хотел прогуляться по другой планете. Он купил билет в космос на интернет-сайте. Захотел стать орбитальным туристом. Россиянин Игорь Куценко пока единственный известный русский претендент на кресло в космическом корабле. Может быть, да, у меня нет каких-то дорогих вещей, яхт, но для меня это не является ценностью. Для меня больше является ценностью ощущения, эмоции. Шоу должно продолжаться. И вот уже Брэнсон презентует новую ракету публике. Высовываясь из иллюминатора, он держит макет ракеты-носителя Launcher One, который в ближайшем будущем обеспечит коммерческие запуски спутников. Возвращаемый спускаемый аппарат «Алмаз» девять раз был в космосе. Испытан на прочность еще в советские времена. Он тоже может стать коммерческим кораблем для полета туристов. Стоимость высока, но и космос настоящий, не суборбитальный. Я не думаю, что есть реальные конкуренты, потому что наши капсулы уже существуют. Они были испытаны, летали в космос девять раз, в то время как другим странам все это только предстоит. Еще один российский ракетоплан для туристических полетов. Его давно разработали, но сегодня дела идут медленно. Нет финансирования. Хотя преимущества у этого аппарата колоссальны. Вот и получается. Без соинвестора передовые разработки могут так и остаться на земле. Вот этим проектом, 16 мест, мы, в общем-то, опережаем их по возможностям. Главная задача, которая, поскольку это коммерческое мероприятие, то вопрос стоит об окупаемости этого проекта. А окупаемость проекта идет за счет пассажиров. Российская космическая программа не нацелена на полеты туристов. Под прицелом наука, а не коммерческая выгода. Однако в планах все же есть туристический полет в космос на новом российском корабле. Не раньше 2015 года. Опять же, если будут свободные места. В любом случае, мир стоит на пороге нового явления. Туризм не только планетарного, но и галактического масштаба.